Ну, на самом деле, проект, сайт произволовки «Зетнет», он задумался как такая объединяющая функция между теми пострадавшими, кто сталкивался непосредственно с производством силовых органов, судов, прокуратуры, а также ведь ими людьми, которые могут им помочь. Это правозащитники, юристы и журналисты. То есть, предпоглавляю, что это будет такая общая платформа. У нас проблема в том, что действительно очень много идет сообщений о том, что люди сталкиваются с проблемами, особенно в связи с силовыми органами, но все они раскиданы по каким-то отдельным областям, то есть это форумы, какие-то чаты. И также второй целью было собрать вот такие инциденты и на их основе сделать карту инцидентов. То есть, пока настанут, можно ткнуть на любой город и посмотреть, в каком городе какие были инциденты и с чем они связаны. Потом сделать сравнение, анализ, то есть где больше, где меньше и где была возможность какая-то помочь. Проект, на самом деле, работает недолго по меркам интернета. Для того, чтобы запустить нормальный сайт, это требуется быть не один год. У нас сейчас прошло фактически всего три месяца. Ну, может быть, такие основные удачные примеры. Из Жасказгана было размещено видео и заявление женщины о том, что ее сына вместе с моими молодыми друзьями избили полицейские. Мало того, что жестоко избили, на них еще повесили обвинение, что это они напали на полицейские. Хотя на видео видно, то есть парень с разбитой головой, на нем живого места нет. Но в Жасказгане сейчас идет суд по этому делу на основе вот этой жалобы мы связались с женщиной, сделали публикацию. Было еще несколько публикаций в других СМИ. Нашли человека в Жасказгане, который может мониторить судебный процесс. Результатов пока еще нет. И второй, тоже показательный случай, из Павлодара. Обратила, написала женщина, она входит в национальный принятельный механизм по противодействию путкам. И во время почтения колонии она просто оттуда вышла в шоке из-за увиденного. То есть оказалось, что заключенных пытаются чуть ли не массовым образом, и никто не может с этим ничего поделать. Тоже на основе вот этой жалобы была сделана публикация. Я сам писал, в чем она достаточно хорошо разошлась, потому что была предпечатана в трех или четырех других интернет-СМИ, была предпечатана в нашей оппозиционной газете, и прокуратура занимается проверкой этих вот сообщений. Трудностей тоже немало. Началось с того, что у нас не получилось зарегистрировать сайт, мы купили доменное имя, но оно оказалось заблокированным. Выяснилось потом, что на этом доменном имени располагается некий экстремистский сайт, который заблокирован нашими властями, то есть мы это выяснили только через месяц, путем переписки с американской стороной, кто продал на домен, и с надконтакт-далеком нашим лабористским провайдером. Другие проблемы связаны с техническими вопросами, то есть сайт до сих пор еще на стадии раскрутки, до сих пор появляются какие-то недоделки, этого никому не избежать. Ну и, конечно, сейчас вам требуется еще время для того, чтобы его раскочегарить, рекламировать, поскольку сейчас еще август-июль все-таки такие мертвые месяцы. Ну, надеемся, что все у нас получилось.